здравствуйте мои дорогие христос посреди нас вот мы и снова вместе для чтения святого евангелия мы читаем с вами евангелие от луки продолжаем сегодня читать шестую главу и для тех кто читает впервые я поясню что мы читаем согласно нашей традиции русской православной церкви на церковно-славянском языке таким образом изучаем потихонечку этот язык осваиваем для того чтобы лучше понимать богослужение больше участвовать в нем и вообще прикоснуться к нашему прошлому читать же мы будем с вами сегодня двадцать четвертое и двадцать пятое зачало это стихи 17 по 31 и если вам удобно вы можете открыть евангелие на русском языке и следить за нами из шет с ними ста на месте равни и народ ученик его и множество много людей от всея иудеи и иерусалима и поморье тирска и седонска и же приедоши послушайте его и исцелитесь от недуг своих и страждущие от дух нечистых исцеляхуся и весь народ искаши прикасайтесь ему яку сила от него исхождаши исцеляши вся и той возвед учи свои на ученики своя глаголыше блажение нищие духом яку ваше есть царствие божие блажение алчущие ныне яку насытитесь а блажение плачущие ныне яку вас смеетесь а блажение будете егда возненавидят вас человицы и егда разлучат вы и поносит и пронесут имя ваше яку зло сына человеческого ради возрадуйтесь в той день и взыграйте себе музда ваша много на небеси по симбо творях у пророком отцы их оба че горе вам богатым яку отстоите утешение вашего горе вам насыщение ныне яков залчите горе вам смеющимся ныне яку возрыдаете и вас плачете горе егда добре рекут вам си человецы по симбо творях у лжепророком отцы их но вам глаголю слышащим любите враги ваша добро творите ненавидящим вас благословите клянущие вы и молитесь за творящих вам обиду бьющему тебя в ланиту подождь и другую и от взимающего теризу и срочицу не возбрани всякому же просящему тебе дай и от взимающего твоя не истезуй вот в этих двух зачалах фактически содержится вся квинтэссенция христианства вся суть нашей веры то что в корне отличает людей уверовавших во христа принявший господа в свое сердце и называющих себя с его учениками от людей которых пока слово спасителя не достигло еще здесь мы с вами видим заповеди блаженства в сокращенном варианте апостол матфей дает нам полный перечень заповеди блаженства апостол же лука несколько сокращает их и вообще с их сокращает на горную проповедь христа дело в том что слушатели вернее читатели апостола матфея были иудеи его евангелие писалось на иврите для иудеев поэтому для них особо важным было важной была связь ветхого завета с новым и поэтому вот проповедь господа дана более обширно с цитатами из ветхого завета у матфея а лука писал для язычников он писал по-гречески и соответственно его цель была дать вот эту квинтэссенцию учения христова самое ядро самую суть передать в самых простых словах поэтому убрал все лишнее и вот прежде чем мы с вами поговорим о заповедях блаженств о том что такое нищета духовная и о том как вообще христос относился к богатству и бедности соответственно как и нам нужно относиться для начала мы как всегда определимся с вами с географией и топографией и так что же такое гора блаженств горой блаженств сегодня называют один из холмов находящихся на северо-западе галилейского моря на котором стоит женский францисканский монастырь и часовня само это место указывается в принципе еще с древности начиная с конца четвертого века и об этом сейчас я расскажу подробнее но однако это место нельзя считать местом именно нагорной проповеди христа объясню почему нагорная проповедь не была произнесена на одном каком-то холме апостол матфей и пока тоже давно в большей степени матфей то что него нагорная проповедь дана полностью собрал проповеди господа христа сказанные в разные времена и объединил их в одну главу у матфея то 5 и 6 глава соответственно гора о которой сейчас пойдет речь это один из холмов на которых проповедовал христос это можно сказать с точностью потому что христос проповедовал на всех холмах возле галилейского моря а этот холм действительно очень удобно расположен имеет большую плоскую вершину и там христос мог учить у нас преимущественно жарко большую часть года в течение дня тоже поэтому господь часто собирал своих слушателей вечернее время и конечно замечательно было посидеть и послушать проповедь спасителя на горе на холме потому что там всегда ветер конечно прохладно и вот христос как раз выбирал такие холмы где была ровная вершина да где господь мог удобно расположить людей где они могли бы сесть также возможно христос мог проповедовать на склоне холма в таком случае он бы расположил людей в долине сам бы поднялся на небольшую высоту да как бы на склон холма и учил тогда бы его голос прекрасно разносился по окрестным холмам и было бы хорошо слышно господа как такой природный амфитеатр я думаю что такой способ проповеди возможно христос чаще использовал в зимнее время когда в принципе жары сильные нет уже да даже наоборот бывает весьма холодно у нас и дождливо и вот этот холм который мы сегодня называем горой блаженств упоминается впервые паломницы и герии в триста восьмидесятом году паломница и герия это была знатная римлянка скорее всего родом из испании которая совершила длинное более года длившиеся паломничество по святым местам палестины посещала и герия конечно же берега галилейского моря и вот оставила такую запись в своем дневнике о том что рядом с табхой есть холм в пещерах которого проповедовал христос вот у подножия этого холма и был построен византийский храм в начале 20 века когда у нас трудилось огромное количество археологов сам холм был выкуплен францисканцами католиками начались раскопки вокруг их участка и вот у подножия холма действительно находят византийский храм а через дорогу находит тоже византийский храм с древней мозаикой изображена корзина в ней лежат хлебы и по бокам две рыбки таким образом определяют что это и есть те места которые описывала и герия вот она табха место где произошло умножение хлебов и рыб да как мы знаем тоже из других паломнических свидетельств и вот он храм у подножия холма на котором проповедовал христос и вот тогда католики устроили там монастырь и в 37 38 году был построен храм византии такая базилика в стиле византийской потому что она восьмиугольная но строили ее итальянцы наш знаменитый архитектор антонио барлуци про него я говорила вам выпуске блога посвященного итальянцам в иерусалиме вот как раз по его проекту строили это одно из заботворений у нас на святой земле из базилики открывается замечательный вид на галилейское море на вся такая легкая прозрачная то есть вся в арках и в окнах и вот собственно говоря это место и посещают паломники когда приезжают на гору блаженств конечно красивый сад католики устроили вокруг очень благодатно там читать заповеди блаженств когда мы их читаем или поем иногда да тоже так вот давайте теперь поговорим о заповедях блаженств самое трудное это первая заповедь на самом деле блаженный нищие духом есть разные исследования на этот счет и говорят нам даже с вами ученые что изначально в рукописи апостола луки не было слова нищие духом было написано просто блаженный нищие а у матфея же сразу даже в самом древнем списке присутствует уже сочетание слов нищие духом на этом основании делались самые разные выводы кто-то говорит о том что здесь христос восхваляет бедность да вот так просто обращается к своим ученикам обращается к слушателям большинство из которых были бедными людьми да и говорит им но здесь есть как бы да небольшая неточность в этом потому что христос никогда не говорит вот так скажем так плоско да естественно что господь восхваляет бедность и нищету это видно из других мест евангелия ну хотя бы из притчи о игольном ушке верблюде однако отношение христа к богатству и бедности немножко более сложное и объемное а другим она и не может быть потому что господь это неземной учитель который пришел диктовать какие-то очень простые дважды два диктаторские законы да как в сектах вот отдай все на нашу секту и ты будешь спасен да нет христос так никогда не учил и так вопросу не подходил он создатель наш он господь поэтому он прекрасно знает все многообразие человеческой личности сложность человеческой природы и также объемность духовных законов а вот эти заповеди блаженств приобщают нас с вами к законам той другой духовной жизни они дают нам понятие о том что такое райское сердце вот так говорят нам святые отцы поэтому давайте попробуем исследовать что же имел ввиду христос что же за нищие духом если мы читаем толкование святителя василия великого феофилакта болгарского других святых отцов то мы находим с вами что здесь есть несколько значений оказывается у этого словосочетания но прежде всего конечно говорится о смиренномудрии и не любви к богатству то есть человек нищий духом это человек который не испытывает никакого пристрастия к земным богатством не находит в земных богатствах никакого абсолютно утешение его душа принадлежит жизни вечной все его стремления радости весь его поиск находится в иной совсем сфере этот человек ищет небесного жития и только там находит утешение об этом говорит тоже царь давид помните аще богатство течет не приложи сердце то есть христос призывает нас не любить богатство не любить тех утешений и наслаждений которые нам богатство дает вот это первый момент и конечно смиренномудрия смиренные духом люди умеют смиряться перед младшими они не чувствуют себя достойными ничего абсолютно хорошего имеющие в себе благодать духа святаго имеют постоянное сокрушение о своих грехах в сердце такого человека невозможно обидеть с таким человеком невозможно поссориться потому что как настоящий нищий он понимает что он находится на дне так сказать общество и никто не обязан никакого уважения почтения ему оказывать то есть человек этот не ждет себе абсолютно ничего хорошего и благодарит за любую мелочь за любую радость которую господь ему дает как за что-то незаслуженное вот это нищета духовное согласно святым отцам кроме того говорит нам святитель василий великий нищие духом это те кто под действием благодати духа святаго добровольно отказались от своих богатств и приняли на себя добровольную нищету он даже подчеркивает что здесь речь идет о тех людях кто именно не существует добровольно а не по стечению обстоятельств почему такое жесткое слово святителя василия неужели те кто по стечению обстоятельства до оказались в нищенском бедственном положении не спасаются и не являются блаженными нет конечно просто он хочет здесь показать нам что не все нищие блаженны бывает так что человек по стечению обстоятельств не по собственному выбору оказался в бедственном положении При этом в мечтах и в желаниях он мультимиллионер. Все его стремления – это наслаждаться жизнью. Он всячески старается где угодно раздобыть денег. Он безумно завидует всем, у кого деньги есть, и сильно на них злится за то, что они у них есть. И хотя внешне он и нищенствует, но такого человека нельзя назвать блаженным, и нельзя назвать его нищим духом. Он нищ, но он нищ именно не от духа святаго, не под действием духа святаго, а по стечению обстоятельств, и не неся это с терпением, пользы он никакой абсолютно не получает. Вот, соответственно, Василий Великий и говорит, что блаженны только те нищие, которые добровольно приняли на себя это. Но другие святые отцы добавляют, те нищие, которые с терпением несут свое бедственное положение, которые любят это свое бедственное положение, не стремятся к деньгам, вот они блаженны. Потому что среди учеников Христа были люди богатые, были фарисеи богатые, были жены мироносицы, которые богатством своим служили общению, да и сами апостолы были рыбаками. Они вот как раз добровольно оставили свое ремесло, но они не нищенствовали, конечно, то есть они жили очень бедно, скромно, на подаяние, да, но тем не менее сказать, что они были там оборванные, голодные, босые, это будет сильным преувеличением. В связи с этим вот и многие библейские ученые, кто изучает Новый Завет, и говорят, что вряд ли Христос, обращаясь к толпе, говорил блаженны те из вас, кто не умеет куска хлеба в руке. Как мы видим, нет, Господь имел что-то в виду намного более обширное и широкое. И вот как раз апостолы, это прекрасный пример всех родов, всех видов этой нищеты, да, духовной. Во-первых, они добровольно оставили свое ремесло ради служения Христу и добровольно отказались от заработка и достатка ради того, чтобы быть и за Христом. Они считали себя худшими из всех, потому что мы увидим потом, как они будут служить другим людям проповедью Христовой, и как будут терпеть и гонения, и притеснения, и оскорбления, да, и будут жить в лишениях, да, и смирение их, конечно, да, не имеет предела у апостолов. И вот таким образом они являются как бы примером для нас с вами нищеты духовной. Недаром эта Нагорная проповедь идет у апостола Луки вслед за призванием апостолов, да. И вот Господь здесь порицает богатство. Теперь поговорим немножко о богатых, потому что Господь здесь говорит горе вам богатые, горе тем, кто утешаются в этой жизни и так далее. Опять же, здесь порицается не сам достаток, а отношение человека к нему. То есть если человек купается в радости и удовольствии от своего богатства, при этом может быть богатство у него даже и небольшое, но хватает на очень вкусную еду, на очень красивую одежду, может быть, на какие-то развлечения, которые человек любит, и он испытывает от этого колоссальный экстаз и удовольствие, то вот такой человек горе ему, потому что, как говорит Христос, ты уже получил рай здесь на земле, ты уже получил все свои удовольствия здесь на земле, соответственно, там тебе нечего чего-то хорошего ожидать. Видите, опять же, как говорят святые отцы, может быть богач, миллионер, который душой голодает и жаждет иной духовной жизни, и внутренне стремится от неё, и даже внешне, зарабатывая деньги, отдаёт их на благотворительность, отдаёт их бедным семьям, отдаёт их на строительство больниц или школ, или храмов, где это нужно, да, при том сердце его не лежит в этом, он не обожает до безумия свою коллекцию часов или свои замечательные красивые костюмы или наряды, или свои великолепные автомобили, если даже у него завтра автомобиль украдут или разобьют, он даже не вздрогнет, потому что он пользуется этим по мере необходимости, но душой он к этому не привязан. Я вам скажу, что такое бывает, конечно, очень-очень редко, но мне приходилось слышать о таких людях, которые, имея очень большое состояние, живут как простые люди, живут скромно, ходят в простой, а не модельерской одежде, жертвуют очень много денег на монастыри, храмы, на детские дома и так далее, и хотя имеют они по статусу, допустим, большой дом или несколько автомобилей, но их сердце абсолютно к этому не привязано никак, и они завтра же готовы всё это отдать и с этим расстаться, потому что их кумир – это Господь Иисус Христос, это их Бог, это их главная цель, их главная любовь, и если быть с ним, и ради того, чтобы быть с ним, нужно вот это всё отдать, мы отдадим завтра же, таких людей, конечно, Господь благословляет богатством, потому что через них очень многим идут благодетельствования, через них Господь утешает других бедняков, да, нищих, больных людей и так далее, поэтому вот отношение наших богатств должно быть, наверное, вот таким же, как, собственно, Христос нас с вами и призывает. И дальше заканчивать это зачало тем, что Христос учит нас любить своих врагов. Это самое трудное, да, когда тебя бьют по правой щеке, подставить левую, то есть когда тебя бьют несправедливо, подставить под удар вторую щёку, по которой тебя ударит справедливо, отдать последнее, если у тебя требуют верхнюю одежду, обычно, кто требует верхнюю одежду, правильно, грабители, разбойники, да, когда на дороге нападают на человека, отдай куртку, отдай шубу, отдать и нижнее, то есть не спорить с теми, кто несправедливо гонит и обижает нас. Это очень трудно. Это трудно, потому что мы все живём по законам этого мира современного, в котором полагается идти в суд, полагается бороться за свои права, полагается то, полагается всё. Соответственно, эту заповедь, наверное, нужно учиться исполнять потихоньку, не берясь за какие-то высоты, начиная просто с наших близких, не обидеться на работе, простить в семье ребёнка, который тебя нагрубил и обидел тебя очень сильно, своим ли непослушанием или каким-то резким словом, простить мужа, который что-то сделал не так, простить соседа, с которым идёт давняя вражда. Вот Николай Сербский замечательно и приводит рассказ по поводу вражды с соседом. Однажды пришёл к нему крестьянин и рассказал, что у них с соседом возникла вражда. Не на жизнь, а на смерть. И ненавидели они друг друга лютой ненавистью. И вот однажды вечером маленький сын того крестьянина, который рассказывает, читал ему Евангелие. И там говорилось, благословляйте клянущих вас, любите врагов ваших. И слушая это всё, крестьянин не выдержал, крикнул ребёнку, хватит, довольно. Тот закрыл книжку, пошёл спать, крестьянин всю ночь не мог уснуть. Ворочался и ворочался, говорил Христе, ну как мне исполнить твою заповедь, когда я на этого соседа смотреть даже не могу. Как мне это исполнить? И вот через несколько дней он услышал плач, крики, ругань из дома соседа. И от других соседей узнал, что налоговая полиция за долги угнала у соседа весь скот и забрала большую часть его имущества. Он и дети, и жена остались нищими. И тогда крестьянин говорит, у меня в голове сверкнула мысль, как молния. Вот же, Господь даёт тебе возможность вот сейчас сделать доброе дело. Он бегом побежал в суд и уплатил за соседа все его долги. И ничего ему не сказал, пришёл домой. Когда сосед узнал об этом, он ходил, узнал от судебных властей. Видимо, инкогнито уплатить не получилось. Наверное, там надо было указывать имя и фамилию, номер паспорта. И он ходил по своему двору, хмурый, мрачный. А к вечеру окликнул вот этого нашего крестьянина. Тот подошёл к забору и говорит, чего ты хочешь от меня? Всё ещё кипя. И тогда сосед просто разрыдался. Они обнялись. Тот рыдал. Наш крестьянин тоже прослезился. И он сказал Николаю Сербскому, не поверишь, батюшка, с тех пор мы любим друг друга больше, чем родные братья. Вот такая удивительная совершенно история, рассказанная нам святым Николаем Сербским. Действительно, наверное, сделать доброе дело врагу очень трудно, но это то, чего хочет от нас Христос с вами. И вот, читая это Евангелие, можем только, наверное, осуждать себя и задуматься, может быть, о своих поступках, о своей жизни. И поискать средства, не можем ли мы сделать что-то доброе окружающим нас врагам. Хорошо, когда врагов нет. На самом деле, если мы смиренные и всех любим, то, в общем-то, и врагов-то у нас, наверное, будет не так уж и много. Господь же также говорит здесь о том, чтобы благословлять всех гонящих вас. И интересно, что называет... Господь также сравнивает здесь богатых с лжепророками. Вот об этом тоже очень хочется сказать, потому что это напрямую относится и к древнему укладу жизни, и к нашей современной жизни. Люди, которые уповают на богатство, люди, которые считают богатство главной ценностью, зарабатывание денег главным достоинством человека, и главной целью вообще в жизни приличного человека, вот эти люди выступают в роли лжепророков, потому что они пытаются заразить других своим образом мыслей, своим образом жизни, они пытаются навязать это другим, они насаживают в нас чувство неполноценности, если мы не богачи, если у нас нет собственного дома, собственной машины, хорошего крепкого бизнеса, или высоко очень оплачиваемой классной работы. Почему мы должны чувствовать себя ущербно? А ведь многие люди чувствуют себя ущербно, потому что эти богатые люди, уповая на богатство, отрицают Христа, они отрицают вот эти заповеди, они проповедуют нам другое, они проповедуют нам поклонение мамоне, фактически, то есть поклонение богу денег, богу достатка. Это делается и с экранов телевизоров, и с обложек журналов, и с театральной сцены, на всех уровнях это делается, быть здоровым и богатым. А на самом деле, как раз-таки, здесь Христос нам и говорит, что вы, как лжепророки эти богачи, и призывает нас не верить им с вами, не слушать их и не подражать им. И также особо Господь говорит здесь о том, в этих двух зачалах, также, что будут гнать нас отовсюду и преследовать за имя Христова. Это если мы вернемся вот к тем заповедям блаженств, которые были в этом зачале. Здесь было, собственно говоря, блаженный нищий духом, блаженный алчущий, блаженный плачущий и блаженный, когда изгонит вас. Так вот, на самом деле, это тоже связано с нищетой духовной. Всех, кто живет не по законам мира сего, преследует. Не обязательно это имеется в виду преследование за веру Христову. Имеется в виду насмешки со стороны неверующих родственников, что вы живете, как дураки, рождаете кучу детей, нищенствуете, бедствуете, по их представлениям, например. Или еще какие-то насмешки, что мы не работаем в воскресные или праздничные дни. И так далее, и так далее. То есть здесь это тоже все касается вопросов отношения к деньгам, отношению к богатству и к нашему существованию, вот такому материальному в этом мире. И напоследок я хочу сказать вам, что блаженный по-гречески это счастливый. Макариус это не только блаженный, но и счастливый. Получается, что по законам мира сего счастлив тот, кто богат, здоров, всегда смеется и живет в своем родном доме, в своей родной стране, на своей родной земле. А у Христа счастлив тот, кто нищ духом, кто жаждет и алчит, и плачет, и кто смиряется, кто творит мир, а не свою волю, и тот, кого гонят и изгоняют даже из своей страны, как это уточнено у апостола Матфея. Соответственно, получается, все наперекосяк. Получается, что учение Христа, оно абсолютно не совпадает со здравой, шитейской логикой нашего мира. Вот это противостояние мира и Христа, вот оно всегда было, и оно всегда будет до самого второго пришествия. Потому что никогда мир не примет учение Христово в массе своей, да, потому что не хотят они трудиться, большинство людей, да, да и мы с вами тоже желенивые, это в основном. А такой путь, который предлагает Христос, такое счастье, оно предполагает очень большой труд. И труд не только физический, труд в основном внутренний, внутреннюю работу нужно большую проделать над собой. А тем не менее, вот это и есть райское сердце, это и есть законы жизни будущей. Один из святых отцов так и говорит, можете здесь противопоставить законы ротоборства духовного и законы ротоборства земного. Ротоборство – это как бы борьба, сражение, да. Вот, говорит, олимпиада. Кто выигрывает? Тот, кто наносит удар. Тот, кто отражает удар. Тот, кто в ответ на один удар наносит два удара. И награда ему – золотая статуя или лавровый венок. А кто, говорит, побеждает в духовном ротоборстве? Тот, кто терпит, принимает удар, молится за врагов и смиряется. И награда другая. Награда – вечная жизнь и царствие небесное. То есть вот они, законы духовного жития, совсем другие, отличные от наших. И, конечно, в этом мире христианам эти законы исполнять, естественно, что весьма и весьма трудно, нужно большое мужество. Но с нами Христос. Мои дорогие, на этом я прощаюсь с вами на сегодня. Надеюсь, что мы встретимся с вами в пятницу в выпуске моего блога. Мы с вами будем продолжать изучать историю Святой Земли. На этот раз мы поговорим о английском, британском периоде, о британском правлении в Палестине. И у нас в гостях будет наш экскурсовод из Англии – Влад Парк. Так что передача должна быть очень интересной. Мы поговорим и об английских традициях, и о монархии. И узнаем, как наш экскурсовод, собственно, относится ко всему этому. Узнаем, как он сам очутился в Англии, и каково жить русским в Англии. Так что вот, ну и, конечно, я расскажу вам о правлении британцев у нас в Иерусалиме. Это очень интересный, очень важный тоже период в истории Святой Земли. Так что оставайтесь с нами. Если будет время, заглядывайте на Топус. У нас там 10 новых экскурсий. Сегодня появится к вечеру экскурсия по Румынии от нашего румынского гида нового. Уже у нас появились экскурсии по Испании и Италии. Теперь вы можете увидеть равенские мозаики и средневековый испанский город Жирону. Я даже не представляла себе, что старый город может быть таким удивительным, совершенно не похожим на нас, который в Иерусалиме. И много всего другого. Людмила Ильюнина, ваша любимая, прислала ещё одну экскурсию по Древней Руси, очень интересную, по этнокомплексу она путешествует. Так что заходите, если будет время на Топус. Всего вам самого-самого доброго. Храни вас всех Господь. Субтитры сделал DimaTorzok